Привет, с вами Эмрум, и вы смотрите второй выпуск программы Cover Power на канале Отвентаж, посвященный обложкам игр серии Silent Hill в разных регионах мира. Давайте посмотрим, где оформление дисков самое необычное, оригинальное и, конечно же, пугающее. Мы обратим внимание на большинство игр серии, за исключением разве что совсем уж своеобразных вещей, типа Interactive Novel для ГБА и UMD Silent Hill Experience для PSP. Первый Silent Hill, вышедший в 99-м году на PlayStation, сразу же стал моей любимой игрой на этой консоли. И неудивительно, ведь такой тягучей и вязкой атмосферы страха раньше никому не удавалось передать. И в оформлении дисков чувствовалась необычность Silent Hill. На американской обложке мы видим призрачные силуэты Гарри Мэйсона, Шерилл, и в нижних углах едва различимые лица Олесцы и Сибилл. Идет снег, свет горит в одном окне. Оформление выполнено в серых тонах с ярко-красным названием. Очень стильно. На европейском диске изображено лишь лицо Олесцы, зато наложен ряд необычных, пугающих фильтров. Ну что ж, чем непонятнее, тем страшнее. Ну, субъективно для меня так. А вот на японской обложке мы видим лишь кафель, замазанный кровью. Да, Silent Hill подходит минимализм, но не такой же. В Konami это поняли, а потому в переиздании игры добавили прозрачный силуэт Лизы. Ну так стало интереснее, но поздно, так как мы ставим оценку оригинальным версиям. Так что в азиатском регионе обложка не получает ничего. В европейском максимальные 2 балла, в штатовском 1. Европейский Silent Hill 2 стал первым моим диском для PlayStation 2, и я был поражен его дизайном. Я же привык на первой Сонике к пираточкам. А тут такое издание. Да еще и оформление обложки великолепно. Почти полностью черная коробочка, лишь внизу краска будто стерта, а за ней грустные глаза лоры. Классное решение. США же решили повторить дизайн европейской обложки первой части, разве что лицо теперь Энджелы и фильтры зеленоватые. Японцы опять отличились минимализмом. 9 красных квадратов на грязной стене. Да, в игре есть такое место, но выносить его на обложку весьма спорное решение. В Konami вновь с этим согласились и выпустили переиздание, на котором изображены Джеймс, Мария, безликая медсестра. Но, как-то слишком уж много деталей и надписей. Не сказал бы, что от этого японская обложка выиграла. Она бы тоже получила ноль. Американская заслужила свою единицу, а европейская бы дала 10 баллов, если бы голосование не было хоть и субъективным, но честным. Так что двойка. Третий Silent Hill стал первой игрой в серии, где в каждом регионе на обложке изобразили главную героиню, Хеддер. Причем в штатовском варианте она слишком реалистична, хотя фон и непонятен, какая это решетка. В Европе, на мой взгляд, перестарались с фильтрами и получилась просто крепота, без особого стиля и оригинальности. Японцам же удалось найти золотую середину между реалистичностью и фильтрами. Красный фон очень хорошо подошел обложке, а из минусов выделю только огромную цифру 3. А в целом дизайн отличный, получите за него 2 балла. Один мы отдадим США, а наш регион, увы, оставим ни с чем. Вот что бывает, если перестараться. В неоднозначном четвертом Silent Hill идея для обложки вновь везде одинакова, запертая изнутри дверь. В европейском релизе опять слишком заблёрили и размыли картинку, но все равно конечный результат выглядит лучше, чем чересчур чистая квартира и явная морда монстра в американском варианте. В японском лицо более призрачное, и это атмосферно и стильно. Сложный выбор на 2 балла никто не наработал, так что ставим штатовскому диску 0, а остальным по единице. Silent Hill Origins, игра, ради которой я купил PSP. Американцы получили картинку, достойная какого-нибудь слэшера. Бородатый мужик с молотом стоит за женским силуэтом. Что называется, догадайтесь, что будет дальше. Европейцы посмотрели на этот диск и взяли с него лишь женскую фигуру, добавив стильных эффектов. Получилось очень впечатляюще. Японцы же на волне успеха фильма Silent Hill решили воссоздать на обложке сцену из него. Получилось симпатично, но не более. Кстати, в данном регионе игра получила название Silent Hill Zero, явно сообщая нам, что это приквел. Хотя и в слове Origins вместо буквы О мы видим ноль. Что ж, один балл они заработали. США мы не дадим ничего, пусть научатся отличать триллеры от разудалых слэшеров. Наш же регион получает двоечку. Переходим к Silent Hill Homecoming, многими считающимся худшим в серии. Может я недостаточно глубоко изучил интернет, но японской обложки я не нашел. Если в этом регионе данная часть вообще не выходила, это странно. Да, после четвертого Silent Hill делают на Западе, но сама серия-то родом из Японии. Ладно, посмотрим на то, что есть. Американский диск украшает семейная фотография Шепардов. Довольно странный дизайн, мало подходящий Silent Hill. На нашей обложке мы видим несчастную безликую медсестру, которой направляется главный герой с явно недвусмысленными намерениями, держа в руке стальную трубу. Данная картинка не так явно слэшерная, так что обоим диском мы выставим по баллу, хотя бы за то, что в данных регионах игра вообще вышла. Silent Hill Shattered Memories. На удивление оригинальное и интересное переосмысление первой части. Получила практически идентичные обложки, разве что на европейской чуть больше эффектов заморозки. А на японской, наоборот, девочка не покрыта льдом. Зато она более пугающая. Что долго говорить, дадим всем по баллу и делов. Silent Hill Downpour. Первая игра без музыки Акиры Ямаоки не оказалась сливом, несмотря на свое название. Обложкам же повезло меньше. На американской вновь красуется мужик с топором, поливаемый ливнем. На нашей морда монстра и силуэт почтальона под зеленым фонарем. Да и осадков меньше. На японской только одно чудовище, прильнувшее к стеклу залитому дождем. Было бы из чего выбирать. Ладно, по единицам дадим всем, кроме штатовского диска. И еще одну игру мы рассмотрим. Book of Memories для Виты. Да, она совсем не похожа на Silent Hill. Но как игра, она достойная. Судя по названию, книга главный объект в игре. И на американском диске мы видим, как из нее вылазят черные руки. Обложка скорее более подходящая для книги Эдуарда Успенского про красную руку, черную простыню и зеленые пальцы. Европейская картинка также мало похожа на Silent Hill. Зато она отлично передает атмосферу игры. Главный герой сидит за столом, пишет в книге свои мечты. И реальность трескается, сливаясь с миром фантазий. А над ним парит силуэт Волтиэля. К тому же под заголовок Book of Memories написан рукописным шрифтом. На японской обложке, помимо пирамид Хэда и медсестры, сверху изображен герой с фонариком и Фомкой. Довольно примитивно, так что вновь 0 баллов для азиатского региона, 2 для нашего и 1 США. Время подвести итоги. По 6 очков получают японцы и американцы. Последние ни разу не заработали 2 балла. А победили европейцы. Их результат в 2 раза больше, целых 12 очков. Лишь раз они получили 0. В целом мне очень нравятся обложки серии Silent Hill. Многие из них настоящее произведение искусства. И очень жаль, что Konami отказалась от производства видеоигр класса А, кроме футбола. Но кто знает, надежда умирает последней. И даже когда умрет, есть шансы, что она станет зомби и воскреснет. Ну и по традиции, пару слов о пиратских обложках первого Silent Hill. На них мы видим как варианты оригинального оформления, так и фрагменты роликов из игры. Коллажи с персонажами. Изображение героя второй и третьей части. Какой-то замок с кровавой табличкой. У меня, кстати, именно такой диск. И даже гопников явно в российском переулке. Так что фантазии нашим пиратам не занимать. Как в оформлении, так и в переводах. А впрочем, это уже другая история. С вами же был Эмрум. Увидимся в Silent Hill или на канале от Vintage.